всем привет дорогие наши друзья сегодня мы с насти решили покушать клубнику у нас начался сезон клубники там у купили 5 литрова огромное ведро до огромнейшее и вот решили побаловать себя клубничкой сладенько вкусненько крупненькой дачный со сливками со сливочками и также у нас есть шоколадная такая паста да вот мы решили тоже как бы поэкспериментировать купили вот такую шоколадную пасту марс называется да видно видно наверное будем в общем сейчас объедаться вкусняшками будем экспериментировать паралич хотя она и так сама по себе очень сладенькая но мы решили тебя побаловать так как он вообще работает интересно ладно не мне на голову красота как мороженка получил налетай как наташа мой любит видео видео ты не наташа бог как она работает на низ вот смотри вот пишет это под палец атаку типа на как она вкусно я все-таки средства наш когда последний раз я когда была совсем еще маленькой какие сливки вот эти а мы же как-то снимали мы с такими сливками прям с натуральной взбивали натуральные взбивали сливки а вот это уйди реально эти сливки я не ела уже лет у нас вот такая вот пасточка ладно так это вкусно чё давай поехали не сливки реально вкусные клубничка у нас дачная я хочу паста попробовать и покупная в смысле не и магазинная не китайская она мягкая кстати я не знаю попробуй да мягенькая посмотрите легко идет даже мягче чем нутелла смотрите на половину как карамелизированная да наверное по вкусу дуга более темно супер да я тоже попробую они разные вкуса да они разные на хочу без клубники попробуем и сливки ваще бомба прикольненько я хочу сразу так сделать для когда вы попадает и даже не чувствуешь ее почему-то такая легкая воздушную снасти нашли еще одну квартирку завтра пойду смотреть за что тоже супер пока на ложечка это делать на тебя твою ложечку камень каянику у нас вот такая как мне нравится лето летом прям все прелести жизни наш почему-то марс не очень напоминает эту саму шоколадку это так на название на на больше какой-то такой карамельный вкус есть такая же баночка только банки надо будет попробовать ее вскрыть конечно вскроем когда-нибудь так в общем завтра пойду смотреть квартиру хочу взять с собой камеру четырехкомнатная но маленькая ну 63 квадрата на маленькая но с нашими финансовыми возможностями она нам подходит надеюсь она нас устроит вниз прям торопится 2 посадить итог 4 комнатную квартиру вообще любую квартиру я так поняла тебя уже устроит даже трехкомнатная лишь бы уже расшириться немножечко ну хотелось бы из двушечки к это съехать но сбудется дальше намечтаем все-таки у него появится у него появится все-таки своя комната пусть небольшая ну-ка 8 и 4 квадрата самая маленькая комнатка другая комната 85 могу собой кого-нибудь взять из детей или пашу с классно еще настя увидала видосик вот этот челлендж вызов блин у меня так мало силы давай я тебе надую даже не могу блин сливки выдавить в общем меня с тебя предложила слабло снять видосик это не я предложила челлендж вызов да или как он там называется она запустила челлендж с этими яйцами яйцами вареными что же что-нибудь запустить мы будем его принимать давай его примем потому что я потом что-нибудь придумаем свои обязательно чтобы все принимали вместе за нами в общем да мы будем и в ближайшее время мы хотим вот этот челлендж вызов продолжить до продолжить прикольно будет многие блогеры подхватили его вот напишите в нам в комментариях как вы думаете вообще классно эта идея или или так себе и нам нужно выкладывать как ты понимаешь 20 яиц так как нас двое но у меня есть предположение что я точно съем свои 10 и возможно помогу тебе я думаю что не надо насиловать свой организм ты такая чушь если честно а скажи мне пожалуйста вот эти челленджи очень не понимаю на вопрос для чего это надо мне есть вопрос а яйца можно в чем-нибудь макать ну она не макала него что вообще я знаю что яйца сочетаются хорошо с теми овощами зеленью то есть можно да в прикусочку чуть все-таки там так хочешь твое видео ты можешь хоть куда макать ой макать 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 и закрывать с чем угодно надо я знаю что я сильно на яйца 45 тот максимум а ты клубнику с мылом помыл конечно хорошо там будут сейчас целую стоял но обдавайте друг кипятком и не стоит она превратится размазняла зачем ее с этим давать кипятком объясни мне я про то что любые фрукты и зелень рядом рекомендуют обдавать вообще кипятком ну ты усваришь сюда и но если это местные дачная допустим овощи да это фрукты ягоды я думаю что не обязательно это если импортная допустим то все-таки желательно дает подвергать это термическое я сейчас снимаюсь это фигно я раньше этот давала сейчас уже нет я отпустила тебя я мою просто с мылом тщательно с хозяйственным на более-менее такой горячей водой и снимаешь курку следует пусть допустим это если яблоко или груши на там знаете на снимаю шкурку сами понимаете кого сейчас выращивать наши фрукты всякая разная химия потому желательно конечно снимать этот верхний слой какая вкуснятина яблоки покрывают где-то недавно видео смотрела яблоки чем-то покрывают этим воском воском на чтобы они предавали так проснулся Леша так все в порядке Леша что-то во сне заистерил ничего страшного так на чем мы скрихнул немножечко на чем мы там остановились я остановился вот на этой пасте точно мы остановились на том что яблоки подвергают воском покрывают воском чтобы был соответствующий вид да были такой красивый более привлекательные для покупки да ну и чтобы наверное сохранялась все таки наверное продукцию поэтому мы вообще давно уже снимаем этот верхний слой кожицу яблоко с огурцов по крайней мере вот с дачных можно не снимать кстати почему но тоже химию обрабатывают многие дачники всевозможные насколько я помню ни хрена они не обрабатываются поливают сюда ну ты же не знаешь блин у меня у родителей всю жизнь дача была туда все детство ездил поверь мне я побольше знаю тебя наивный чукотский парень вот согласись если твои родители ничем не обрабатывали да свой дачный продукт не говорит о том что сильнее не понимаешь добывают добавляет всяких полив наверное там всякие питательные вещества может что-то еще там ну чтобы обрабатывать нам какой каким-то ядом да я ты такого с рода не видел вообще не слышал чтоб какие-то дачники насекомых допустим это брать обрабатывать комах но я же насекомых настя ты вот просто не понимаешь и вот всякую фигуру на даче я же просто предполагаю как это может а знаешь что многие дачники выращивают на свою продукцию есть такие немногие есть такие дачники для которых выращивают дачную продукцию для продажи есть же такие конечно есть они же и продают ну вот и я так думаю что возможно они подвергают обработка нефига для чего для скорейшего допустим созревания до нас это не поможет у нас тут климат такой сумасшедший опять мне кажется тоже не во сне ну-ка посадишь стой ну что наверно пока продолжу один потому что возможно настя ушла надолго что там действительно лёша проснулся вроде так спать уснул сладенько крепко думали что даст доснимать но увы это беда да настя конечно у нас еще тот дачник у меня постоянно в голове подозрения на всех что все там обрабатывают там заливают ядами все продукты и пытаются это продать насти блин а прикольно если честно я так сильно не заморачиваюсь как настя я бы щедочную продукцию только ну действительно мыл бы тщательно и все там не срезал бы там шкурку как она там огурцов там наверно скоро у помидоров будет по ходу срезать вот интересно кто еще из вас зрителям занимается тем что ну допустим покупая там яблоки огурцы там моет их выдает кипятком еще и срезать шкурку вообще кто-нибудь этим занимается вот напишите насти мне будет очень интересно много таких людей вообще будет мне вот почему-то кажется что не очень и конечно не исключаю что все таки такие люди есть но вот я вот например сколько я знаю людей вообще практически никто не страдает такой такой тщательной обработки обработкой продуктов как вот настя например ну ладно проехали до обожаю лето много всяких ягод у нас скоро малина начнет появляться на рынках кружевник и там вся остальная ягода так что надо запасаться витаминами на зиму зиму у нас ой какие долгие это сливки уже таять начали обожаю это дело но вот единственное что много клубники нельзя даже есть она у нее аллергия она вот в том году объелась клубники у нее там начали всякие всякая сып выступать и вот до сих пор если она поест клубнику у него опять там всякие проявления появляются на теле а вот паша вообще все равно он по-моему может съесть ее сколько угодно хотя мы все равно как бы ограничиваем его что клубника это все равно какой-то аллергия аллерген такой мощный хотя я помню в детстве я эту клубнику прям вообще ел в огромных количествах потому что у нас была своя дача там росло вообще все у нас вся ягода какая наверно только есть там и клубника и жвика там кружевники земляника смородина короче там что только у нас не росло я в детстве помню всегда облупывался этой ягодой клубника кстати была моя самая любимая ягода я ее просто обожал частенько вот когда мне мама посылала собирать клубнику я там помню брал ведерко или тазик ну и как обычно наверное многие дети так собирают там 2-3 ягоды положишь допустим ведерко одну ягоду в рот 2-3 ведерко одну ягоду в рот вот пока там это ведерко насобираешь уже так объешься этой клубники ну и малину так же собирали не знаю что то настя там притихло не уверен что она вернется ладно я еще немножечко полопаю клубники кстати вот первый раз пробуем вот этой шоколадной пасты вообще шоколадной пасты блин очень даже ничего хочу вам сказать попробуйте возможно вам тоже понравится прикольная шкула ну что дорогие наши зрители лёша ни в какую не хочет отпускать настю ну а я уже налопался поэтому наверное все таки мы наверно на сегодня закончим а вы все таки напишите в комментариях что вы думаете насчет вот этого вызова с яйцами хорошая эта идея или нет нам очень интересно снасти узнать ваше мнение по этому поводу ну что а я с вами прощаюсь дорогие наши друзья до новых встреч скоро увидимся всем пока пока ну ну Субтитры подогнал «Симон»